Один из трёх общенациональных праздников, наряду с Днём Независимости и Днём Рождения Махатмы Ганди. День Республики здесь отмечают с 1950 года, когда вступила в силу первая Конституция, и Индия окончательно стала самостоятельным государством. Накануне в своём обращении президент Рамнат Ковинт говорил об испытаниях, которые выпали на долю Индии в последний год, имея в виду, конечно, коронавирус. Наша эффективная реакция на пандемию была бы невозможна без нашего братства. Индийцы были похожи на сплочённую семью, готовые идти на жертвы, чтобы защитить друг друга от общего врага коронавируса. Мемориальный комплекс воинам, павшим в сражениях за родину. Здесь уже глава кабинета министров Нарендра Моди участвует в торжественной церемонии возложения венков. После чего на главном проспекте индийской столицы Радшпате начинают своё движение колонны военного парада. Несмотря на рекордное снижение числа заболевших в Дели, парад в этом году проходит по сокращённой программе. Число гостей торжественного шествия власть уменьшили со 150 до 25 тысяч. И обычно заполненные до предела трибуны в этом году выглядят пустынно. Ещё одно важное, уже политическое ограничение. Впервые за много лет на Радшпате на трибунах нет иностранных гостей. В этом году впервые за последние 55 лет торжественный парад проходит без так называемого подсчётного гостя, лидера одного из иностранных государств. В Дели ждали главу кабинета министров Великобритании, но ещё накануне. Лондон сообщил, что из-за пандемии Борис Джонсон в Дели не прилетит. Проход техники по центру Нью-Дели по традиции открывает колонны российских танков Т-90, основной боевой машины индийской армии. Следом российские же Т-72 и БМП. Завершается шествие проходом платформ, представляющих индийские штаты. Особое внимание в этот раз приковано к фигурам врачей, волонтёров и огромным макетом вакцин индийского производства, которые прошли по главной улице Нью-Дели как символ веры в скорую победу над эпидемией.